Вот они, участники соревнований. 79 команд по 3 человека в каждой практически из всех субъектов Российской Федерации. На открытие чемпионата приехали высокие гости из Москвы и с Главным управлением ВД России по Свердловской области. Но Уральс как принимающая сторона достойно встретил гостей. И соревнования, которые идут сейчас в Зеленом мысу и само открытие, пополнило список успешно организованных мероприятий нашего города. Это очень замечательно, что в наш город приехали представители 79 регионов России. Это говорит о том, что наш город узнаваем. И люди, приехав к себе, будут рассказывать, что на Урале есть такой хороший город, хорошее соревнование, хорошие организаторы. Конечно, безусловно, мы понимаем, что это соревнование не собак. Это соревнование специалистов-кинологов. Потому что, чтобы воспитать, обучить собаку служебную, разыскную, требуется огромный-огромный труд. И все это понимают. Поэтому, еще раз подчеркну, это соревнование специалистов-кинологов со всей великой страны. А ведь действительно, со всей страны, 400 специалистов-кинологов показывают свои навыки и умения в тандеме с питомцами, а вернее с верными друзьями и помощниками собаками. На торжественном открытии показательные выступления, задержание опасного преступника, ограбление банка и работа собаки под прицельным огнем и в дымовой завесе. Где выдаешься, как грамотно и профессионально работает собака, не боясь шума и дыма, а также большого количества зрителей. На нашу работу смотрят именно и судят по нашей работе. Я бы очень хотел, чтобы результаты работы были все выше и выше. В чем особенность наших соревнований? Они не имеют именно спортивности. Они прикладные соревнования среди рабочих собак. Поэтому, так как мне приходится отвечать именно за все то, что в кинологии творится именно в семье МВД, уровень растет. Мне приятно именно говорить о том, что все-таки на сегодняшний день нашим собакам верят. Они ходят и по следу, они ходят и ищут и взрывчатку, и наркотики. Они реально приносят пользу. К празднику подключился конно-спортивный клуб «Каприоль». Показательное выступление на лошадях всегда нравится зрителям. Особенно приятно было услышать теплые слова о высоком уровне организации соревнований от высоких гостей. Сейчас хочу именно высказать Баранову Александру Борисовичу слова благодарности. То, что дали добро, дали согласие на проведение подобного рода мероприятий. Потому что сложность заключается в чем? Более 400 участников и более 230 – это собачек, размещение, питание, все, это же сложно. И тем более это же проводится не в один день, а целую неделю будут идти соревнования. Вот в этом, конечно, благодарен. И вместе с тем приятно, что именно выбрана была наша Свердловская область и представители 79 регионов, они приехали сюда к нам. И мы как принимающая сторона. Это почетно, тем более такие соревнования, да, такого уровня, российского уровня. Еще один яркий момент праздника – показательное выступление отряда ОМОН. Работа под прицельным огнем, обезоруживание преступника, навыки при спецоперациях. В заданном районе готовится проведение специальной операции по задержанию вооруженных преступников на автотранспорте. Для успешного выполнения оперативно-боевой задачи созданы группа остановки транспортного средства. После принудительной остановки автомобиля две штурмовые группы, состоящие из трех сотрудников, каждая производит задержание преступников. Штурмовые группы действуют в соблюдении мер предосторожности и готовят в любой момент ответным огнем подавить вооруженное сопротивление. Яркие выступления коллективов деканов в Уральске и ансамбле МВД «Урал». По летнему яркое солнце, теплая погода, высовка оружия и техники, полевая кухня – все это сделало праздник интересным как для детей, так и для взрослых, как для гостей, так и для горожан. А улыбки на суровых лицах служителей закона – это дорогого стоит. Да, а пошла ты, ни пуха, ни пера. Да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прольнемся, ответят опера. Прольнемся, опера. Сегодня день вот такой, вот это открытие, что-то как-то волнующее. Душевно-душевно. Вроде взрослый человек, даже слеза навернулась. Молодцы. То есть город-организатор, Свердловская область, город Новоуральск. Приятно. Кстати, мало кто знает гимн кинологической службы России. Горожанам слова его пришлись по вкусу, и теперь мы еще долго будем его напевать, вспоминая этот праздник. Какая не случилась бы беда, Без полицейского тандема никуда. А кровок и собак вместе стой, А людям безопасности покой. Будет всегда служить своей стране, Кинологическая служба МВД. Общее фото на память и за работу. В эти дни в санаторий «Зеленый мыс» проходят основные этапы соревнований кинологов. Собаки ищут наркотики и взрывчатые вещества в транспорте, на улице и в помещении. Показывают навыки по розыску людей и задержанию нарушителей. Об этом мы расскажем в наших следующих эфирах. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Альбина Бабкова.